На канале Юганск новости в студии Мария Сераева. Здравствуйте! В начале коротко об основных темах выпуска. Христос воскресе! Бои! Христос воскресе! Христос воскресе! Православные нефтью Юганск отметили Пасху. В храме Святого Духа собрались сотни горожан. С сегодняшнего дня мы уже вышли в круглосуточном режиме. То есть у нас есть установка «Ретиклер», которая готовит эту асфальтобетонную связь в небольшом количестве. Подготовить дороги к Параду Победы сегодня на территории асфальтобетонного завода прошло выездное совещание. У него есть орден за захват Берлина и еще много наград. Чтобы помнили, телерадиокомпания «Юганск» продолжает раздавать георгиевские ленточки. Главный для верующих праздник Пасху отметил весь христианский мир воскресенья. В нефтьюганске православных не испугали дождь и холодный ветер. Полуночи на территории храма Святого Духа было необычно многолюдно. Несмотря на то, что пасхальное богослужение продолжалось до утра, присутствовали на нем не только взрослые, но и дети. Христос воскресе Пасхальную ночь – это главные для верующего слова. Их произносят каждый год и так на протяжении столетий. Но всякий раз в них звучат ликование и надежда. Христос воскресе Христос воскресе Когда у нас все хорошо, мы не ходим. Мы идем тогда, когда нам плохо. Потом понимаем, что мы сами на самом деле ничего не можем. Что кто-то должен нас вести, помогать. Надо всегда просить и работать над собой. Пасха – очень древний праздник. Он появился за тысячу лет до рождения Иисуса. С древнееврейского это слово переводится как «избавление», «освобождение». С появлением христианства праздник обрел совсем иной смысл, нежели ветхозаветные времена. Несмотря на то, что в православном календаре немало великих праздников, Пасха все же главный из них. Ведь если бы не было воскресения Христа, не было бы и самого христианства. Любопытно, что этот праздник не смогли уничтожить даже коммунисты. В отличие от Рождества, Пасху широко отмечали и в атеистические времена. По крайней мере, пекли куличи и красили яйца абсолютно все. Из-за 70 лет атеизма религиозное содержание праздника отчасти утратилось. Для многих россиян это словно Новый год. В пасхальную ночь также загадывают желания и надеются, что отныне жизнь пойдет по-другому. Церковь и вера помогают человеку найти опору. И в самой трудной ситуации не пасть духом, считает глава города Виталий Бурчевский. Это великий, жизнеутверждающий праздник. Он, во-первых, объединяет общество и укрепляет взаимопонимание между людьми. В нем заложен великий смысл. Смысл, наверное, того, что является, наверное, опорой, духовной опорой. Пасхальная ночь переросла в воскресное утро. Безопасность участников крестного хода, как всегда, обеспечивали полиция и казаки. Последние уже 16 лет следят за охраной общественного порядка во время праздничных шествий. Нарушений за 16 лет никаких таких не было. Бывают люди приходят выпившие. Объясняем, что не надо приходить в таком виде. Настроение хорошее. Вчера мы заступили с 18.00 на дежурство. Дежурили до 4 утра и пришли все живые, здоровые, с молитвой. Мария росла в обычной семье. Но после венчания поняла, что отныне ее жизнь будет связана с православием. В этих традициях воспитывает и детей. По мнению прихожанки, Пасха – самый радостный праздник в году. Пасха – это больше, чем Новый год. Во много раз. Жизнь. Потому что Христос своей смертью показал, что нет смерти. Он воскрес и показал, что жизнь – она вечна. Поэтому это вечная жизнь. Это же радость, это праздник. Конечно, далеко не все, кто отмечает Пасху, столь же грамотны в вопросах православия и регулярно соблюдают церковные каноны. Но для каждого, кто считает себя христианином, этот праздник – торжество добра и света. Того лучшего, что живет в каждом из нас. Инна Новикова, Алексей Фоминцев, Виктор Жбанов, телерадиокомпания «Юганск». Наступившая рабочая неделя будет сокращена. Ее продолжительность составит три дня. В связи с Днем Победы россияне отдохнут с 9 по 12 мая включительно. Как напомнили в Роструде, вторые майские выходные стали возможны благодаря переносу выходного дня с 23 февраля на 10 мая. Простая экономика далее. В Нефтьюганске будет построен Ледовый дворец. Управление капитального строительства города объявило аукцион на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Культурно-спортивный комплекс» по улице Набережная. Начальная максимальная цена контракта – 33 миллиона 400 тысяч рублей. Вместимость Ледового дворца состоит 400 мест. В нем будет ледовый корт с пунктом проката, зал для борьбы на три татами под зюдо, теннисный корт, зал для настольного тенниса, восточных единоборств и тяжелой атлетики. На прошедшей неделе в Югре из числа социально значимых продовольственных товаров первой необходимости повысились цены на свежую белокочанную капусту на 1%. Поваренную пищевую соль почти на 2,5%, а яйца куриные – 3%. Также выросли цены на сметану. Но больше всего за неделю подорожали детские сухие молочные смеси на 3,2%. 11А микрорайон в 2013-м подключат газу за 32 миллиона рублей. До конца года пользоваться голубым топливом смогут почти 500 домов частного сектора. Все работы по подключению планируют закончить в декабрю. Еще один этап на подключение двух сотен участков рассчитан на 2014-й. Также газификацию планируют провести в микрорайоне 11Б. На данный момент разрабатывается специальный проект. Прокуратура, налоговые органы и инспекция по труду вместе с представителями администрации и специалисты служб провели заседание межведомственной комиссии. В центре внимания один вопрос – оплата труда. На совещание пригласили и работодателей, которые нарушают права своих сотрудников. Заседание межведомственной комиссии проходит каждые полгода. За последние шесть месяцев инспекцией по труду были проверены 64 предприятия. По словам специалистов инспекции, ситуация не патовая, но задуматься стоит. 15 руководителей привлечены к административной ответственности за нарушение трудовых прав своих работников. Общая сумма штрафов – 86 тысяч рублей. Нарушения в основном касаются размера заработной платы. Она ниже минимального. Выявлена только одна организация с общей задолженностью. Это Индерсоу Карпович на 2 миллиона 334 тысячи. Но Карпович, хочу сказать, что предоставляет сведения недостоверные. Потому как задолженность указывает за три месяца, хотя задолженность по оплате была еще с мая прошлого года. Руководитель нефтьюганского дорожного ремонтно-строительного управления на заседание комиссии был приглашен, но не явился. Инспекцией по труду он привлечен к административной ответственности как должностное лицо, прокуратурой как юридическое. Тем не менее, такие санкции должного эффекта пока не дают. Карпович с октября месяца прошлого года судом отстранен от должности, но по-прежнему исполняет свои обязанности. То есть он не исполняет решения суда на сегодняшний день. То есть вот такой вот, скажем, недобросовестный работодатель. В 46 проверенных организациях зарплата ниже минималки, а это 10 330 рублей. Как утверждают предприниматели, это вызвано простой, а менее хваткой работы. В некоторых случаях причиной нарушений стала неосведомленность самих руководителей. И вообще, в принципе, ну не были в курсе, что обязаны. Но у нас полставки, в принципе, мне сказали, так положено. Чтобы предприятие или организация исчезла из списков недобросовестных, руководителям необходимо предоставить межведомственную комиссию все необходимые документы, подтверждающие, что права работников не ущемлены, а нарушения исправлены. В противном случае все материалы отправятся в прокуратуру. Анжела Галиева, Евгений Трифилов, телерадиокомпания «Юганск». Подготовить центральные улицы до торжественного парада 9 мая. Такое поручение дал сегодня глава администрации Вячеслав Арчиков во время выездного совещания на асфальтобетонном заводе. Следующим этапом станет ямочный ремонт всей улично-дорожной сети. Установилась теплая погода, и асфальтобетонный завод ожил. Месяц назад начался профилактический ремонт и подготовка оборудования. Уже заключены договора на поставку битума и щебня. К 20 мая установки запустятся и прибудет новая техника. Как говорят специалисты, главное поймать хорошую погоду и приступить к капитальному ремонту улиц Сургутска и Жилая. На эти цели загруженного дорожного фонда поступили 52 миллиона рублей. Десятую часть направят из городской казны. С сегодняшнего дня мы уже вышли в круглосуточном режиме. То есть у нас есть установка, рециклер, которая готовит эту асфальтобетонную связь в небольшом количестве, позволяющая заделывать в свое время эти ямки. И потом вся уличная дорожная сеть перед нанесением разметки должна уже быть закрыта. Мощности завода рассчитаны на большие объемы. За смену здесь можно произвести до 800 тонн асфальтобетонной смеси. А нефтьюганску нужно всего 20 тонн в день. Для ямочного ремонта этого более чем достаточно. Но такое латание – это вынужденная мера. Безусловно, мощности данного завода позволяют отремонтировать все дороги в городе. Но нужны денежные средства, чтобы отремонтировать все дороги. Поэтому мы, безусловно, максимально в этом году ремонт дорог проведем. Вячеслав Арчиков дал поручение в первую очередь залатать центральные улицы, где будет проходить торжественное шествие в честь Дня Победы. Затем предстоит закончить ямочный ремонт по всему Нефтьюганску и параллельно составить сметы на капремонт всех улиц в городе. Чтобы при любом поступлении средств на содержание дорог их можно было освоить максимально быстро. Анжела Галеева, Виктор Жбанов, телерадиокомпания «Юганск». В Киеве открылся фестиваль писанок. Это очень красиво расписанные пасхальные яйца. В Петербург приехали голландские музыканты, которые привезли с собой музыку фонтанов. А полицейские Непала теперь занимаются йогой. Обо всем этом смотрите подробнее в других новостях. В Киеве открылся фестиваль писанок. Более 50 тысяч работ привезли со всей Украины. Их создавали школьники в течение нескольких месяцев. Среди экспонатов не только традиционные расписные яйца, но и украшенные бисером лентами, расшитые или даже вязаные. И, конечно, здесь множество яиц с традиционной росписью. Есть у нас крапанка. Это когда на одноцветное яйцо крапают воском. И выходят разноцветные крапинки на фоне одного цвета. Потом есть дряпанка. На одноцветное яйцо рисунок наносится при помощи острого предмета. Очень сильно понравились писанки, потому что они очень яркие, насыщенные. И они были не только раскрашены, но и из бисера вышитые. Также очень много других видов. И это поразило, на что способны люди, создающие такие шедевры и чудеса. Пока киевляне наслаждались искусством, изобразителем, петербуржцы погрузились в музыку фонтанов. Молодежный струнный оркестр Гайдена из Голландии открыл в этом году летний сезон в Петергофе. Более 30 артистов впервые приехали сюда с новой программой, которая так и называется «Музыка фонтанов». Это очень особенное условие. Мы не всегда получаем фонтанный душ. Мы рассчитывали, что будем играть на открытом воздухе. И для наших инструментов это даже лучше. Музыканты говорят, дополнительная влажность современным инструментам не страшна. Они даже по-особому зазвучали среди дворцового великолепия. А последнее произведение, по словам исполнителей, и вовсе слилось в венесон с пляшущими струями воды. Сюита Эдварда Грига из времён Хольберга, в которую сочетались различные танцы, больше подходила. Это молодёжный оркестр из Голландии, очень талантливые молодые люди, для которых это, наверное, будет таким важным событием в жизни, именно приехать в Петербург. В усиленном режиме в эти майские праздники работают не только российские полицейские, но и стражи порядков в Непале. Правда, для них причиной стали не длительные народные гуляния, а проблемы с лишним весом. Непальские власти предложили полицейским похудеть после того, как тучные офицеры перестали справляться с заданиями. Для исследования проблемы избыточного веса была создана специальная инспекционная группа. Она проверила весь состав сил национальной безопасности, состоящей из 60 тысяч человек, и теперь офицерам предлагают занятия йогой. Каждый получает определённое облегчение от стресса при занятии йогой. И это хорошо сказывается на физической подготовке, умственных способностях и дисциплине. Видя, как полезна йога, занятия периодически проводят в разных офисах полиции. Праздник весны и труда отметили в Нефтьюганске. Для горожан развернули торговые палатки на юбилейной площади, а самых маленьких порадовали клоуны с детской развлекательной программой. Первые майские деньки порадовали нефтьюганцев хорошей погодой. В центре города народные гуляния запланированы не были. Но тем не менее, для тех, кто вышел на прогулку, развернулись торговые палатки. Те, кто подстарше, вспоминали, как отмечали майские праздники в пору своей молодости. Ну, тогда действительно были люди друг к другу уважительные, все веселее было, всякие были, вот как вот, смотрите, идет там, всякие праздники были, маевки хорошие были те годы. Люди, правда говоря, чем сейчас, раньше намного друг к другу общительнее были. Сейчас как-то люди, по моему мнению, вообще замкнуты друг к другу. Первый май отмечают почти в 150 странах мира и называется праздник везде по-разному. Но для нефтьюганцев главная ассоциация с красным днем календаря – это, конечно, советские демонстрации и лозунг «Мир, труд, май». Конечно, все помню. Мы даже сюда идем и все вспоминаем. Как мы раньше в школе, нас готовились. Готовились, транспаранты поднимали, кричали «Да здравствует, 1 мая». Это было очень даже интересно, даже жалко. Годы проходят. Традиция умирает, да, даже очень грустно на душе, что традиция умирает. Сегодня праздник, потому что и людей никого нет. Даже интересно. Людей на площади действительно было мало. Видимо, сказалась ясная погода, и весь народ, уставший от долгой зимы, отправился на шашлыки. Но для ребятни праздник устроили веселые клоуны. Здесь было и веселое эстафеты, и перетягивание каната, и песни, и танцы с хороводом. И раз, два. Сегодня глава города Виталий Бурчевский поздравил нефтеюганских ветеранов, вдов, узников концлагерей, тружеников тыла с праздником Победы. Сейчас в муниципалитете осталось всего 24 участника Великой Отечественной войны. И по состоянию здоровья прийти на торжество смогли далеко не все. С фотографий ушедших летят. По специальным приглашениям сегодня должны были прийти 80 ветеранов. Однако присутствовать на торжестве смогли лишь порядка 50 человек. Как отметил глава города в приветственном поздравлении, праздник Великой Победы с каждым годом приобретает все большую ценность и значимость для всех горожан. Потому что очевидцев страшных событий этих лет становится все меньше. И наша задача, конечно, это сохранить это для себя, для молодых поколений нефтеюганцев. Потому что, забыв историю, забыв того, какой ценой далась эта победа, мы, естественно, обречены на потерю вообще своей истории, своих принципов, нравственных ценностей. Сейчас в нефтеюганском совете ветеранов числится 432 человека, которые имели прямое отношение к Великой Отечественной. Это и фронтовики, и труженики тыла, и вдовы, и узники лагерей. И, несомненно, каждый из них достоин глубокого уважения и чести. Весна, солнце, которое радует нас, радует внуков, правнуков, героев Великой Отечественной войны. Это продолжение, продолжение подвига. И этот подвиг будет всегда в сердцах наших, пока жива Россия, пока живы все, кто рядом с вами. Для удобства самих ветеранов подобные встречи будут проходить несколько дней подряд. А тех, кто по состоянию здоровья не сможет лично присутствовать на празднике, поздравят на дому. Ольга Кондрашина, Денис Ефремов, телерадиокомпания «Юганск». Телерадиокомпания «Юганск» продолжает акцию по раздаче георгиевских ленточек. Сегодня корреспонденты в очередной раз вышли на улицы нефтеюганская, чтобы вручить прохожим оранжево-черный символ Великой Победы. Оранжевый огонь и черный дым. Двухцветные символические ленточки прикрепляют на одежду в День памяти ветеранам самой страшной войны за всю историю человечества. Распространяются георгиевские ленты бесплатно. Получить символ памяти можно в редакции нашей телекомпании по адресу 2-й микрорайон, дом 33А. С 9 до 19 часов ежедневно до 9 мая. Молодежь, чтобы чтили память, чтобы знали, как победа давалась. Я даже вспоминаю разговоры с отцом, как он рассказывал. Даже было страшно представить. Мой дедушка воевал на фронте и дошел до Берлина со всеми воинами. У него есть орден за захват Берлина и еще много наград. Мой дедушка прожил до 2000 года. Дорогие ветераны, мы от всей души поздравляем вас с этим прекрасным праздником, с Днем Победы, 68-й годовщиной Победы. Желаю вам здоровья, процветания, счастья, любви и радуйте нас своими улыбками еще долгие-долгие годы. Завтра с 4 до 6 вечера будет перекрыто движение автотранспорта по улице Гагарина. В это время здесь пройдет репетиция Парада Победы. Само торжественное шествие запланировано на 9 мая в 11.00. В параде примут участие порядка 10 тысяч нефтевиканцев. На этом все. Узнавайте о событиях города в программе «Сейчас нефтевиканские». Делайте новости вместе с нами. Звоните в будни 23-77-47. Всего вам доброго и до встречи.